Приветствую вас, прочитав ваш вопрос, и могу сказать, что согласен с коллегами своими в том, что вашу проблему можно проработать и, не выезжая в терапевтический центр, это совершенно необязательно. Ну, например, невроз, если у вас действительно невроз, это подавленные желания, подавленные предности, которые были вытеснены, которые были выжаты, выдавлены из вашего психического, из вашего сознания в область бессознательного. Соответственно, нужно проанализировать бессознательное, чтобы увидеть, в чем конкретные ваши подавленные желания заключаются. Неврозы пролечиваются психоанализом, толкованием снов, свободными ассоциациями и беседами. Далее, панические атаки, а не страхи, прорабатываются также беседами, но это уже работа именно с сознанием. Дело в том, что как таковые страхи, они всегда иррациональны. То есть, они мистические. И мистические представления нужно переводить в представления реальные. Для этого нужна работа, и для этого нужно, чтобы вы на себя постарались, опять же, понять, чего именно вы боитесь. То есть, например, по поводу чего у вас фонические атаки. Почему вы, допустим, боитесь принимать лекарства. С чем это связано. Как, например, давно вы боитесь принимать лекарства. Ну и так далее. То есть, вот все вот эти моменты с вами нужно разобрать. Это можно сделать совсем спокойно, онлайн и совершенно необязательно ехать куда-то там, в какое-то место и так далее. Совершенно это делать необязательно вам. Другое дело, насколько вы хотите этого и насколько вам позволяют средства, это уже момент другой. Это уже решать вам. Но я думаю, что проблема ваша, она находится вот в этой вот плоскости. И именно в этой плоскости ее и нужно разбирать. То есть, не торопитесь в психотерапевтический центр ехать. Что касается того, что вы боитесь принимать лекарства, да, то здесь мне представляется так же, что вы не столько боитесь сами лекарства принимать, сколько боитесь того, что стоит за приемом лекарств. И я полагаю, что это тоже очень важный момент, чтобы вы для себя сами постарались понять, вот, что именно, чем именно так пугает вас лекарство. Вот. Ну а если очень все серьезно вдруг, то в таком случае, я полагаю, что нужно воспользоваться рекомендацией моих коллег и попросить своих близких. То есть, перебарывать никого не надо, на самом деле. Да, и почему мы не выходили из дома месяц или больше? С чем это связано? У вас фобии, но с фобиями нужно работать. А поехать в психотерапевтический центр, это только полдела. Если не факт, то там вам справа-права помогут. Все равно нужно терапия, регулярность терапии. Именно в вашем случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи!